МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашей информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Дружба народов. В Чувашии прошел шестой культурный форум по поддержке национальных меньшинств. Шартан, Чак-Чак, Пахлава. На Красной площади Чебоксар угощали блюдами национальной кухни. Снег растаял, ямы остались. В республике продолжается ремонт дорог. Мы вместе. В Чебоксарах сегодня прошел праздничный митинг-концерт в поддержку Крыма. Ровно два года назад был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. На Красной площади столицы Чувашей работала и наша съемочная группа. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Чевастополь, Крым, Россия! Большой концерт мы вместе собрал на Красной площади столицы республики тысячи горожан. Сегодня, как и два года назад, чебоксарцы выразили свою солидарность с выбором крымчан. Тогда за присоединение к России проголосовало 97% жителей полуострова. Крым наш. Эта фраза уже стала крылатой. С каждым годом полуостров привлекает к себе все больше туристов. Уже летом жители Чувашии смогут добраться до Крыма не только на автомобилях. В начале июня планируют запустить новый авиарейс Чебоксара-Симферополь. На полуострове сейчас живет большая Чувашская диаспора. Почти 2,5 тысячи уроженцев республики. С хорошим настроением, очень хорошим. Ну, весна, это крымская весна сегодня отмечаем, вот этот праздник. Крым и Севастополь, они всегда были той частью России, которая не может существовать без России. Мы видим, как сплоченность, слаженность, ответственность. И активная жизненная позиция крымчан привели к восстановлению исторической несправедливости. Крым вернулся в родную гавань. Мои родственники там и живут, в Крыму. И мы стали все ближе, роднее. И чаще видимся, и нет между нами никаких границ. Вхождение Крыма в состав России, это прежде всего добровольное вылезавление крымчан. Это самое настоящее восстановление исторической справедливости. Крым всегда являлся опорой и крепостью России на южном направлении, в Черноморском регионе. На мой взгляд, жители Крыма, прошедшие референдум, вернулись домой, на свою настоящую родину. Связи Чуваши и Крыма стали крепче. Еще два года назад на Международном экономическом форуме в Сочи глава республики Михаил Игнатьев подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополем Сергеем Миняйло. Позже Чувашская делегация побывала на полуострове с рабочим визитом. Эта поездка оказалась продуктивной. Предприниматели Чувашской республики заключили выгодные контракты. Наша сладкая планета Аконт открыла там свои точки. Наши конфеты уже продаются в республике Крым и Севастополе. Второе. Предприниматель по производству оборудования для школ, для детских садов продает там сегодня свое оборудование, оснащает современным оборудованием и школы, и садики. Это яркие примеры, которые есть уже по результатам нашей совместной деятельности. Свою поддержку Крыму Чувашские предприятия оказали во время попыток отключить полуостров от электричества. Сейчас заводы республики поставляют продукцию для строительства энергомоста. А при разработке конституции власти нового российского региона опирались на конституцию нашей республики. Простых жителей Чувашии Крым это в первую очередь сравнится. Куда едем отдыхать, где это Артек, это знаменитые курорты Крыма. И для нас важно, чтобы в Крым вернулся состав России и тесное сотрудничество Чувашии с Крымом. И действительно в Крыму сейчас работает много федеральных программ. Мы видим на телеканалах, как строится энергомост. Вот несмотря на все сложности, трудности, жизнь развивается, жизнь продолжается. И в области здравоохранения очень сделано много. И в том числе даже в нашей области травматологии и ортопедии строится современный травматологический корпус при больнице скорой медицинской помощи. У нас тесные связи с нашими коллегами. Я уверен, что у нас вместе с вами, у нашей Чувашии, у Российской Федерации основные и главные победы еще впереди. А сейчас я хотел бы, чтобы все мы дружно поддержали за многонациональную единую Россию. Ура! Крепче становятся и культурные, и спортивные связи. В рамках юбилейных дат в республике пройдет масштабный фестиваль «Мосты дружбы» Крым-Чувашия. А на днях крымские спортсменки участвовали в открытом кубке по вольной борьбе, который проходил в Ново-Чебоксарске. Концерт «Мы вместе» продолжался более полутора часов. Для горожан выступали известные чувашские артисты. Многие чебоксарцы пришли сюда, чтобы наглядно показать свою солидарность с выбором крымчан. «Вместе мы непобедимы! Великий день великой страны! Крым наш!» Вот такие лозунги можно было увидеть сегодня на плакатах горожан. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Как сохранять и развивать культурные традиции? На чем держится дружба народов? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня в Чебоксарах. Здесь прошел шестой культурный форум по вопросам государственной поддержки национальных меньшинств. В фойе Чувашского драматического театра развернулась выставка мастеров из разных регионов страны. Национальные костюмы, пуховые платки, вышивка, украшения. По этим знаковым экспонатам легко определить, какому малому народу они принадлежат. Ни для кого не секрет, что в основе современного ремесленничества лежат многовековые традиции. Все республики Поволжья у нас имеют в последний 19-20 век украшений из монет. И мы, особенно Чуваши, славились этими украшениями. Вот сейчас мы сделали определенное количество односторонних копий синих монет. Делегации из регионов Поволжья, Калмыкия, Москвы и республики Коми. В рамках этого форума в Чувашу приехали более 200 гостей. Случайно отмечают организаторы именно республика. На два дня оставил столицы и национальных меньшинств. Я бы особенно хотела отметить, что в такое наше сложное время, экономическое сложное время, республика находит средства для того, чтобы поддерживать национальные автономии, выделяет гранты, поддерживает ассоциации, поддерживает национальные организации, проводит фестивали национальные. Это, конечно, все очень важно и результат не заставляет себя долго ждать. Чуваша стала вторым домом для представителей 128 национальностей и 8 этнических групп. И все они живут в мире и спокойствии. Межнациональные и межконфессиональные конфликты обходят республику стороной. Вопросы укрепления мира и согласия требуют нашего самого пристального, постоянного внимания, объединения усилий органов власти и институтов гражданского общества. Создание атмосферы доверия и взаимопонимания между людьми разных национальностей – важные условия, необходимые для успешного развития любого региона нашей любимой России. Мы в Чувашии стремимся находить и развивать то, что нас сближает, а не разъединяет. Хотя национальная тема, она очень чувствительная. В рамках форума активисты культурных центров и общественные детали обсуждали, что еще нужно сделать для приобщения людей к культуре и искусству национальных меньшинств. Во многом решить эту задачу помогут образовательные маршруты, формирующиеся во многих краях и областях. Положительный опыт есть везде. Например, на протяжении многих лет для победителей конкурсов по чувашскому языку в республике открывают специализированный лагерь. Сюда приезжают ребята из разных регионов ПФО – Москвы и Белоруссии. Я очень много пытаюсь вывести людей из Самарской области сюда, в Чебоксары, и показать красоту залива, красоту Волги, красоту города, чистотой города. Удивляются все, кто здесь побывал. У нас три государственных программы, у вас в Чувашии тоже есть государственные программы по реализации национальной политики. Мы находимся в постоянном контакте со своими коллегами. И по крупицам вместе пытаемся найти и находим что-то новое, полезное для того, чтобы вместе дальше эти проекты продвигать. Еще одна тема форума – предупреждение искусственных межэтнических конфликтов. Сохранять стабильность в обществе, говорят специалисты, помогают проекты по социальной и культурной адаптации мигрантов. Приоритеты государственной политики должны быть направлены на воспитание гармоничной, толерантной личности, чувство любви к родине, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. Пристать 10 министерств совместно с национальными культурными объединениями в республике проводят, как уже было названо, это национальный праздник, это годой, это сабанкой, это и другие национальные праздники всех народов, которые у нас компактно проживают в нашей республике. Продолжение участников конференции и опыт республики по укреплению национальных отношений организаторы планируют обобщить в специальном сборнике. Его разошлют во все регионы, участвовавшие в таком важном разговоре. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков. Республика. Ярким событием 6-го культурного форума стал фестиваль национальных кухонь Тусло-Щемьере. Чебоксарцы и гости столицы пробовали традиционные блюда самых разных народов, живущих в Чувашии. Десять огромных шатров, и в каждом от угощений ломятся столы. Кажется, что все возможные кулинарные запахи сплелись в удивительный букет и манят откусить или отломить кусочек национального блюда. Выбор огромен. На фестивале представлено чувашская, русская, татарская, мордовская, армянская, грузинская, азербайджанская и узбекская кухни. Узбекские блюда вообще богаты мясом в основном. Также польза, например, в том же плове узбексам, очень много различных специй. Это очень хорошо влияет на здоровье, иммунитет повышает. Также другие блюда, сладости всякие, это для души очень хорошо. Стараемся для себя все делать. Все из натурального, все природное. Собираем все сами, все специи, пытаемся сами сделать, засушить. На фестивале можно попробовать блюда, которые испокон веков готовили наши предки. В шатре чувашской кухни, шартан, хуплу. У татар это, конечно же, чак-чак. А вот в шатре русской кухни нас удивила икра из манной крупы. Ну, такой необычный вкус. Что-то такое, ну, изысканное, необычное. Вроде бы знакомое, но что-то пока... Вы раз ели? Нет, не пробовали. Мне очень понравились топленые в печке. Сколько пробовала, на газу не получается. А в печке это такой напиток, такая пленочка сверху. И оно такое насыщенное, вкусное. И самое главное, диетическое. Фестиваль превратился в настоящий праздник. Причем у представителей Азербайджана он сегодня даже двойной. Сегодня такой праздник попался, именно такой наш праздник, но в рот весельный праздник. Вот когда мы красим яйца, да, и готовим восточные сладости. Вот. И, значит, здесь вот показываю я вот эти соманы. Это вот пищено, да, нарастающие. Это показывает, что перешла весна, значит, богатство, изобиде, и что будет в этом году новый урожай. Какая организация станет победителем фестиваля, мы узнаем в День Республики. Мария Шоклева, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Ежегодно в учебные заведения Республики поступают учиться студенты из разных стран. В Чувашском госуниверситете прошел круглый стол по вопросу формирования единой гражданской идентичности, поиску путей противодействия экстремизму в национальной религиозной среде. Со студентами университета встретились председатель Духовного управления мусульман Чуваши, член Общественной палаты России Альбир Кырганов, начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Владимир Шехранов. На встрече духовный лидер мусульман рассказал молодежи о различных аспектах религиозной жизни России и объяснил ряд спорных вопросов. Зашла речь и о том, как противостоять попыткам влияния запрещенной на территории России группировки ИГИЛ. Несмотря на то, что у нас, у верующих людей, складывались очень правильные взаимоотношения, сегодня почему-то мир стараются перевернуть и стараются противопоставить все наши религии. Не только религии против друг друга, но еще что они делают? Они делают внутри религии раскол и делают врагами мусульман с мусульманами, христиан с христианами. К счастью, уподавляющее большинство молодых людей России хорошо осознают, насколько опасная межнациональная и межконфессиональная вражда, заметил Альбир Хазрат. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев подписал указ, согласно которому учреждены денежные поощрения педагогическим работникам, подготовившим победителей Всероссийских Олимпиад школьников и учащихся среднего профессионального образования. В зависимости от уровня Олимпиад талантливым и высокопрофессиональным педагогам будет выплачиваться вознаграждение в размере 250 либо 150 тысяч рублей. В 2015 году Чувашия вошла в десятку лучших регионов по эффективности участия в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Количество победителей и призеров увеличилось вдвое. Мы давно привыкли и не всегда замечаем их работу, но без их профессии современные города не смогут существовать. Сегодня с профессиональным праздником поздравляли работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Они делают нашу жизнь светлее, чище, красивее. В прямом смысле. Благодаря их стараниям в наших домах и на улицах есть свет, а из крана течет чистая вода. Они приводят город в порядок, высаживают цветы на клумбах, оформляют кроны деревьев. Усилиями работников сферы ЖКХ города функционируют, а мы живем в комфорте. В свой профессиональный праздник большинство из них на работе. Им не привыкать. Работа очень сложная. Все выходные, праздничные дни, ночное время работаем мы. Устраняем все неполадки, которые связаны с жилищным фонде. 31 декабря приходилось нам два раза отключать и подключать теплоснабжение в жилых домах и горячего водоснабжения. Галина Васильевна Норкина на водоканал пришла работать 18 лет вместе с супругом. Теперь своими коллегами она называет дочь, зятя и внуков. Технические условия, проверка качества воды, соблюдение правил технебезопасности. Работа у нас большая, конечно, и в основном только это качество воды. Я пошла по маминым стопам, тоже работаю уже около 30 лет в водоканале. Мы с мужем устроились тоже сразу в водоканал. И потом пришли дети. Сын у меня с 14 лет вообще начал работать в водоканале, стал подрабатывать сначала. А потом после армии сразу вернулся уже на свое место. Геннадий Васильев о своей работе говорит коротко. Мы отапливаем город. И передает слово коллеге и по совместительству жене. 27 лет стаж у меня. Сейчас вышла на пенсию. Работала колодовщицей все 27 лет. Работа мне нравилась. Работала с удовольствием. Отрасль ЖКХ в России проблемная. И в ближайшее время коренным образом ситуация не изменится. Но мы работаем. И результаты есть. Отметил глава Чувашии. С начала этого года в нашей республике побывали 6 федеральных министров. Очень много мы мероприятий проводили федерального уровня, межрегионального уровня. 1 марта побывал представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Они высказывают добрые слова в адрес горожан, в адрес трудолюбовых людей, которые проживают на этой земле. Говорят, оценивают нашу с вами совместную деятельность по чистоте, по благоустройству территории. И тем самым ваша работа поднимает инвестиционную привлекательность Чувашской республики и деловой климат. Перечислять заслуги работников ЖКХ и сферы обслуживания можно долго. Но достаточно напомнить. Чебоксары в последние годы дважды признавались самым благоустроенным городом России. Ольга Куричкина, Сергей Рябчиков, Республика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корпусу будет поддерживаться стерильная чистота. Поэтому монтировать коммуникации нужно так, чтобы было удобно их мыть и обрабатывать. В целом, ходом строительства министра осталось довольно. График работ выдерживается. Качества претензий нет. Осенью у нас были опасения о том, что стройка немножко остановится. И будут приостановлены все работы. Это где-то было в ноябре. Но именно в ноябре, в октябре серьезные работы были проведены главой республики вместе с депутатами-единороссами Государственной Думы. И благодаря этому, вот последнее утверждение, уточнение бюджета, нам удалось получить дополнительные финансовые средства 363 миллиона рублей для софинансирования строительства этого объекта. Уже к тому моменту республикой было выделено из республиканского бюджета порядка 340 миллионов рублей. Федеральные средства уже поступили. На последнем заседании кабинета министров Чувашии, где обсуждались изменения республиканской казны, глава республики Михаил Игнатьев заметил, если бы не было финансирования из республиканского бюджета, не было бы готовности объекта на уровне 65-70%, привлечь дополнительные средства было бы очень сложно. Сегодня все контракты на закупку оборудования уже подписаны. И сразу по завершению строительства можно будет приступить к монтажу и настройке. Первые операции в новом хирургическом корпусе онкодиспансера проведут в конце 2016 года. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Заведующему нейрохирургическим отделением республиканской клинической больницы Александру Кротову присвоено почетное звание заслуженный врач Российской Федерации. Эту награду он получил из рук полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабища за вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки. Александр Васильевич в медицине уже 40 лет. Он выполняет самые сложные операции в нейрохирургическом отделении РКБ. Кстати, количество операций по этому профилю в республиканской больнице возросло до 500 в год. В старину в середине марта отмечали день Прокопа Перезимнего или Дорогорушителя. В это время начинал таять снег, портились прокатанные снежные дороги. В современной России этот день народного календаря все так же актуален. Каждую весну в нашей стране тает асфальт. И дорожные службы начинают работать сверхурочно. С 6 утра и до 18 вечера, то есть весь световой день, длится сейчас рабочая смена дорожных бригад. По республике ямы латают около сотни человек. 40 единиц техники. Задействованы все подрядные дорожно-эксплуатационные организации. Технологию применяют специальную, подходящую для мартовских погодных условий. Мы проводим чисто ямочный ремонт холодным асфальтом. Таким образом просто устраняем аварийность дорог в целом. Но при благоприятных погодных условиях в апреле месяце мы переходим уже на текущий ремонт, где будем производить вырубки асфальтового полотна и просто будем латать уже горячим асфальтом. Всего с начала года дорожные службы залатали ямы на площади в 4000 квадратных метров. Избирательная кампания по выборам в Государственную Думу России. Парламент республики еще не началась, а вандалы уже активизируются. Неизвестные облили черной краской два баннера с портретами представителей партии «Единая Россия» Владимира Викторова и Алексея Мурыгина, которые участвуют в предварительном партийном голосовании. Инцидент произошел на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Фучика. Динароссы считают, что это обычное хулиганство и надеются, что будущие оппоненты ни сейчас, ни во время выборов до таких мелочей не опустятся. Данные способы борьбы, мы считаем, это удел слабых и трусливых людей. Мы обращаемся к нашим оппонентам, давайте вести честную борьбу. Сегодня «Единая Россия» единственная партия, которая проводит внутри партийные голосования, открытые, когда люди выбирают достойных кандидатов. И мы сегодня идем на праймерис. Мы сегодня готовы к открытой, честной борьбе. Само предварительное партийное голосование «Единая Россия» проводит 22 мая. И если этот инцидент не хулиганская выходка, а сознательное действие конкурентов, то борьба ожидается нешуточная. Сегодня впервые открылась школа командиров, комиссаров и бойцов студенческих трудовых отрядов Чувашской республики. В выездном лагере будут участвовать более 100 человек. Минобразование Чувашии совместно со стройотрядами Чувашского госуниверситета организовали площадку, где ребята смогут подготовиться к предстоящему сезону. Из разных регионов страны приедут эксперты трудового движения, проведут лекции и мастер-классы. Участники познакомятся с особенностями работы трудовых студенческих отрядов новыми тенденциями в развитии РСО. Два дня будущие бойцы будут совершенствовать свои навыки в строительном деле, изучать секреты профмастерства. За столом переговоров в деловом костюме, в неформальной обстановке, в спортивном. Команда Кабинета Министров Чувашия провела очередной товарищеский матч. В этот раз волейбольный. Соперниками стали сотрудники Сбербанка России. Команда правительства Чувашия, которую возглавляет Михаил Игнатьев, настроена только на победу. Что в работе, что в спортивном зале. Занятия физической культурой давно стали хорошей привычкой главы республики и руководителей исполнительных органов власти. Сотрудники Сбербанка тоже не новички на спортплощадке. Здоровому образу жизни в компании уделяют большое внимание. Сегодня у нас дружественный матч с руководителями Чувашской республики. Для нас это еще один раз повод показать те ценности, которые мы поддерживаем, и тот образ жизни, который мы ведем в банке. Мы очень похожи в этом смысле. Я знаю, что и глава республики постоянно играет в волейбол. И практически все наши руководители в банке тоже постоянно на спортивных площадках. Команда кабинета министров собралась действительно достойная. Но и соперник оказался не из легких. Несмотря на то, что правительство республики и банк – давние партнеры, снисходительности со стороны игроков не наблюдалось. Уступать никто не собирался. Команда министров серьезно относится к этому делу. То есть спортом занимается в удовольствии. Ты понимаешь команду. В работе одна сторона человек раскрывается. А в спорте, когда командой играешь, совершенно другая сторона раскрывается. Доброжелательная атмосфера сказалась и на результате игры. Победила дружба. А в придачу к ней положительный настрой и отличное настроение. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Провести час без света призывают защитники природы всех, кто неравнодушен к судьбе нашей планеты. В субботу, 19 марта, 20.30 до 21.30 по московскому времени пройдет всемирная акция «Час земли». Суть акции в том, чтобы 60 минут обойтись без электричества. В России «Час земли» проводят с 2009 года. В столице в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Красной площади, Собора Василия Блаженного и ГУМа и других известных зданий. Это позволяет привлечь наше внимание к проблемам природы, рациональному использованию ресурсов. Завтра очередной день здоровья и спорта. Жители республики могут бесплатно посетить бассейны, спортплощадки, тренажерные залы, катки во всех республиканских и муниципальных сооружениях. Министерство спорта Чувашии рекомендует информацию о бесплатном посещении спортивных учреждений заранее уточнять на местах. В начале весны так не хватает положительных эмоций. Зарядиться энергией, получить массу впечатлений предлагает советский цирк, который приехал в гости к жителям столицы Чувашии. Наша съемочная группа побывала на представлении. Я передаю слово Екатерине Куприной и прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. С первых минут представление в зале «Тишина». На манеже выступают канатоходцы. Сальто, пирамиды, поездки на велосипеде – это и многое другое выполняют бесстрашные акробаты из Гиргизии. Кульминация номера – выход артиста без страховки, с повязкой на глазах. Зрители в напряжении следят за каждым шагом. Разрядили обстановку выходки клоунов Люситы и Ромика. Легкий юмор, общение со зрителем, веселые фокусы. Эти ребята знают, как рассмешить публику. Нельзя, чтобы зритель ушел смурной, не улыбался. Мы стараемся во всяком случае. Зритель должен прийти на представление, забыть все свои бытовые трудности. Клоун рассказывает маленькую историю. Маленький анекдот. Маленький рассказик. А вы уже смеетесь или думаете. Выступает в цирке четвероногий артист. Гималайский медведь танцует лезгинку «Пятиногая корова». Татоша читает книжку. Гепард летает под куполом цирка. А джигиты выполняют головокружительные трюки. Мы любим зрителей. Любим цирк. Поэтому в первую очередь, наверное, азартом мы можем зацепить. То есть люди сидят, если им что-то неинтересно, то на джигитовке от заводной музыки, от азарта джигита они просыпаются и начинают вникать во все представление. Увидеть джонглирование гирями и покататься на верблюде, погладить гималайского медведя и полетать под куполом цирка можно до 10 апреля, купив билет на представление. Тем, кто боится замерзнуть, не о чем беспокоиться. Помещение цирка отапливается. К тому же артисты и их четвероногие звезды умеют подать жару. КОНЕЦ